Временная приостановка. Европейские компании отменили рейсы в Израиль. Сохранимые письма в Москве представили сборник семейных реликвий времен Великой Отечественной войны. Израиль не взял на себя ответственность за взрыв пейджеров, находившихся в распоряжении боевиков Хизбалы в Ливане, от которого последним данным пострадали около 4 тысяч человек. Спустя сутки поступили сообщения о новых взрывах в жилых домах и автомобилях. Ранения вновь получили сотни человек. Начальник генерального штаба Цахала герцог Галливии провел оперативное совещание для проверки готовности к обороне и нападению на всех фронтах, призвав население к бдительности. В армии пообещали немедленно информировать обо всех изменениях. Одной из элитных десантных дивизий уже перебросили из газа в зону ответственности Северного военного округа. Тем временем в секторе бои по-прежнему идут в основном на юге. А также сегодня израильские ВВС нанесли серию ударов оппозициям Хизбалы на юге Ливана. Боевики в ответ запустили не менее 10 ракет в направлении Западной Галилеи. Крупнейшие европейские авиакомпании объявили о временной приостановке полетов в Израиль из-за обострения ситуации в сфере безопасности после ширкомасштабной кибератаки посредством связи Хизбалы. Так, Air France и Люфтганза стали одними из первых, кто сообщил об отмене рейса в еврейское государство. Пока это внезапное решение действует только до завтрашнего дня, но отмечается, что оно не окончательно и будет зависеть от развития ситуации в регионе. Немецкий авиаперевозчик предложил своим пассажирам возможность бесплатно отменить свои билеты или перебронировать их на другую дату. Все британские школьники будут изучать Холокост благодаря новому учебному плану, представленному премьер-министром Киром Стармером на ежегодном ужине образовательного фонда «Холокост». Он заявил, что на это государство выделит финансирование в размере не менее 2 млн фунтов стерлингов, чтобы позволить ученикам посетить Аушвиц. Помимо этого, Стармер признал, что более тысячи человек были убиты Хамасом по той же причине, потому что они были евреями. А также премьер-министр напомнил, что Великобритания обогнала мировые тенденции роста антисемитизма. Лондонская столичная полиция заявила, что 7 октября число антисемитских инцидентов возросло на 1350%. В московском сезон номер 5 открылась тюремная синагога в рамках программы Федерации еврейских общин России по опеке лиц юдейского вероисповедания, находящихся под стражей. В церемонии принял участие главный раввин России Берл Лазар. В знак благодарности он вручил руководителю ГУФСИН почетную грамоту и подарил Тору, отметив, что открытие молельной комнаты, в которой смогут одновременно находиться до 10 человек, очень важное событие, которое предоставляет заключенному возможность измениться и пересмотреть свою жизнь. После окончания торжественной части мероприятия прихожане синагоги смогли пообщаться с гостями и задать интересующие их вопросы. Пять израильских больниц попали в престижный список из 350 медицинских центров мира с самыми продвинутыми технологиями. Рейтинг подготовил журнал Newsweek. Оценка производилась на основании глобального опроса специалистов в области здравоохранения по таким параметрам, как доступность использования сайта больницы пациентами, наличие услуг телемедицины, цифровая радиология, применение искусственного интеллекта, робототехники и виртуализации. Так, например, больница Шиба вошла в десятку лучших. Последние месяцы она стала местом формирования компаний передовых медицинских технологий, которые затем продавались за суммы, близкие к миллиарду долларов. Мы присутствуем во всех популярных социальных сетях – Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук. На наших страницах доступны обзор важнейших новостей еврейского мира и нашей передачи. У нас есть два телеграм-канала. Вы можете следить за новостями еврейских общин по всему миру в сообществе «Первый еврейский». А канал «Стмэгги. Горские евреи» собирает всю информацию касательно жизни Джоуро. Мы всегда рады обратной связи. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, следите за обновлениями в соцсетях, оставляйте комментарии. В Центральном доме литераторов Москвы представили сборник писем и дневников евреев периода Великой Отечественной войны. Какие семейные реликвии в него вошли и чем они ценные, узнала Лена Музык. Проект «Сохранимые письма» вобрал в себя не только уникальные свидетельства, но и глубокие исторические контексты. Седьмой сборник сосредоточен на судьбах людей, чьи голоса, записанные на страницах личных дневников и писем, возвращают нас к трагическим моментам истории. Я сегодня держу в руках вот этот сборник писем и дневников евреев периода Великой Отечественной войны. Седьмой выпуск. В течение 17 лет мы сумели собрать и опубликовать более полутора тысяч писем, около 50 дневников, сотни фотографий тех, кто не вернулся с войны. Это очень важный сборник, семь сборников, более двух тысяч писем. Это следы истории, следы памяти. Это абсолютно искренние, бесцензурные, хотя это была цензура, но они настолько от сердца, от души, что там цензура не чувствуется. И они очень важны вообще для истории нашей и важны для человеческой истории. Они важны для молодежи, как любили, как ждали, как надеялись, как верили, как сажались, как погибали. Потому что там есть все, там есть ужас, там есть свет, там есть радость, там есть печаль. С первых дней нападения Германии на СССР в печати стали появляться документальные рассказы и очерки, созданные военными корреспондентами и писателями, ушедшими на фронт. Живые свидетельства очевидцев, которые поражали читателей своей беспощадной правдой. Благодаря Центру Холокост непосредственно Леониду Абрамовичу эти письма оказались вот сейчас в этой книге. Для меня это действительно очень ценно, очень дорого. То, что вот это вот все происходит, то, что люди могут увидеть, почитать, это такие трогательные письма, это быт, это не наигранность, это не постановка какая-то. Люди писали домой, люди писали из дома на фронт. На презентации выступили историки, писатели и потомки тех, чьи жизни были затронуты войной. Они поделились своими размышлениями о значимости сохранения этих материалов для будущих поколений. Слушатели были тронуты личными историями, которые транслировали глубину человеческих чувств, надежд и страха. Грустью держу в руках этот новый сборник «Сохрани мои письма» Центра Холокост. Дело в том, что мои родители окончили Первый Московский медицинский институт 22 июня 1941 года. Мама не была мобилизована, потому что должен был появиться на свет мой старший брат, который родился в декабре 1941 года, когда отец уже был в Красной Армии. И он впервые увидел своего сына уже в четырехлетнем возрасте, в 1945 году. А до этого были письма на протяжении четырех лет практически, которые просто, я считаю, образец отношений в той ситуации, в которой попали родители. За этими страницами судьбы людей, за этими страницами судьбы не только евреев, но и упоминаемых ими городов, людей, которые приняли их в эвакуацию, людей, которые сообщили печальную новость о смерти родных. Исследования и публикации таких документов помогают не только осознать масштабы трагедии, но и вновь обратить взор к вечным темам любви, утраты и стойкости. Именно через эти письма и записи мы можем ощутить пульсацию человеческой жизни в те страшные времена, когда слово становилось последним оплотом человечности. Главное, что пришли и получили книги дети, внуки, героев наших сборников, фронтовиков, и тех, кто вернулся с войны, и тех, кто погиб. Люди пришли, у них остались теперь книги, где зафиксированы трагические, зачастую трагические судьбы их родных и близких. Собственно, это уже седьмой сборник, уже 17 лет мы издаем, собираем-то мы значительно дольше письма и дневники. А для кого мы это делаем? Мы делаем вот для наших детей, для вот этих поколений, которые, к сожалению, уже не застанутся участников тех событий. Сохранение памяти о Холокосте и жизни евреев в СССР в годы войны остается актуальной задачей. Многие из предоставленных писем были написаны людьми, которые боролись не только за выживание, но и за право быть услышанными. Эти свидетельства показывают, как, несмотря на ужасные условия, сохранилась человеческая культура, стремление к творчеству и выражению себя. То, что я нашел в шкафу своего деда, никто не мог открыть этот ящик. Я его фомкой открыл и обнаружил там все эти письма. Когда-то, уже много лет назад. Но они хранились у нас, а потом, когда я узнал о существовании Центра Холокост и вот этой серии сборника, я, естественно, у меня появилось огромное желание оставить память, так сказать, о родителях и передать эти письма. Собранные материалы могут служить не только историческим документом, но и важным источником для понимания современности. Каждый текст, каждый дневниковый лист создан в условиях непрекращающегося страха и надежды на лучшее. И это подчеркивает важность индивидуального опыта среди массовых трагедий. Память о тех, кто прошел через военные страдания, должна стать частью нашего общего культурного наследия. Сохранимые письма. Так полковник, будущий полковник Федор Свердлов писал своей жене в 1942 году. И каждый из наших семи выпусков посвящен или уже ушедшему из жизни ветерану войны. Этот выпуск посвящен памяти гвардии полковника Эмиля Генриховича Зигеля, узникам гетто, которые сотрудничали с нашим фондом, праведникам народа мира, которые передавали нам эти документы. Желающие прислать в Центр Холокост копию писем с фронта своих родных или приобрести сборник, пишите на e-mail архива Центра Холокост. И последняя медиагруппа Первый Еврейский приглашает принять участие в еженедельном розыгрыше трех изданий Международного благотворительного фонда «Стмэгия», «Молитвенника», «Книги псалмов» и «Торы». Для участия необходимо лишь подписаться на наши каналы в Ютубе и Телеграме. Перейдите по ссылке, которую видите на своих экранах, либо отсканируйте QR-код. Розыгрыши будут проводиться по пятницам, а итоги подводятся по понедельникам. Выпуски новостей на Первом Еврейском и в Телеграм-канале Первый Еврейский. Наши сайты – это богатая коллекция информации о жизни еврейского народа, о его культуре и истории. stmeggi.com – новостные заметки, аналитические статьи и интервью. Наши корреспонденты собирают для вас все самое интересное об особенностях еврейской жизни во всем мире. На сайте базируется библиотека книг на джури, информация о мероприятиях Международного отделения Стмэгги Джуниор и многое другое. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают Первый Еврейский. Если вам тоже нравятся наши видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи.